Холодный декабрь 1979 года. Согласно договоренности по просьбе правительства Афганистана на территорию этой страны, для защиты порядка вводится ограниченный контингент советских войск. Никто даже не мог и предположить, что пребывание советских войск в соседней стране растянется на более чем 9 лет. Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно надо помнить. Сохранение памяти о ребятах, которые отдали свои жизни в далеком Афганистане, это святой долг и органов власти, и всей общественности нашего города. И вы видите, что с каждым годом количество людей не уменьшается. Я бы сказал даже, что мы, особенно в этом году, по-другому оцениваем вот этот подвиг в силу той ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны. Но одновременно мы счастливые люди, потому что у нас афганцы – это крайняя категория ветеранов. У нас не появляются новые ветераны войны благодаря политике нашего президента. 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов и 34-ю годовщину окончания боевых действий в Афганистане, в городе над Бугом прошел торжественный митинг. Для полутора тысяч брещан афганская война стала нелегкой страницей биографии, а 28 наших земляков погибли, защищая интересы советского государства. В парке воинов-интернационалистов к мемориальному памятнику цветы возложили руководство города, представители депутатского корпуса, общественных организаций. Под звуки торжественной мелодии духового военного оркестра прошла церемония возложения к памятному знаку венков и корзин с цветами ветеранами-афганцами, родными погибших, чтобы вспомнить те события и почтить память своих боевых товарищей, после чего в память обо всех погибших в афганской войне была объявлена минута молчания. Через афганскую войну, следуя присяге, прошли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, и тысячи военнослужащих, выполняя свой армейский долг, отдали собственные жизни. Все дальше вглубь истории ходят годы афганской войны, но навсегда в памяти народной останутся эти события. Я кадровый военный, закончил военное училище, и, будучи уже старшим лейтенантом, в 26 лет меня отправили для прохождения до службы в Афганистан. Всплывает в памяти сразу сама местность Афганистана, сами события, и такое труднопередуваемое, душевное, как будто переносится туда на определенный момент, и такое волнение, и, в общем-то, радость того, что мы закончили эту войну, и то, что там приобрел друзей, получил жизненный опыт. Время, как говорится, лечит, но все равно эта дата у нас ассоциируется с теми днями, когда мы были молоды. В Афганистан я попал, срочная служба моя, мне было 18 лет, чуть больше 18, пройдя учебное подразделение в Таджине, соответственно, я в дальнейшем попал в Афганистан. После прилета в Афганистан, в Кабуль, ну, реальность, конечно, чуть-чуть поменялась. Особенно она поменялась, когда пришли выходить на боевые операции. Белорусский народ всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят, слезы матерей, вдов и детей. Память об утрате земляков навсегда останется незажившей раной у каждого. Муж погиб. Мне было тогда 48 лет, сейчас мне 87. У меня муж был золотом, таких редко бывает. Как отец был, это надо только было позавидовать. Все женщины всегда говорили, что да. Мы прожили с ним 27 лет, он погиб. Конечно, для меня это трагедия, и замуж я ни за кого не выходила и даже не подпускала к себе, потому что равных ему нет. Мы очень любили друг друга. Так встретились, он в военном училище учился в Новосибирске, я сама из Сибири, из Новосибирска. Он там окончил училище. И вот познакомились, любились. Прожили 27 лет, как в сказке было все. Дети, все так вот. И было все хорошо. Но видите, как повезло, не повезло. Сегодня, чтобы отдать дань памяти погибшим во время боевых действий в Афганистане и присоединиться к историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», право установить знаковую табличку с QR-кодом, предоставили мэру города Бреста Александру Рогачуку. Будем продолжать работу по сохранению памяти, по дальнейшему обустройству вот этого святого для брещан места, парка воинов-интернатористов. Работы идут здесь достаточно большие. И уже сейчас мы начали подготовку к 35-летию вывода войска. Это следующий год. Скажу так, для меня еще, как руководителя города, общественное объединение воинов-афганцев является очень мощным фактором и стабилизации обстановки социальной в городе, общественно-политической. И, естественно, ветераны войны Великой Отечественной уходят. Воины-афганцы очень достойно принимают эстафету патриотической работы, работы с молодежью. Работают с населением. Поэтому, поверьте, что это дата особая для нашего города. Все дальше, удаляясь по времени, война в Афганистане пристает в новом свете и открывает неизвестные страницы. Незменным остается одно – воинский долг, честь и верность присяге. Поколение 70-х – это они стали солдатами афганской войны. Это о них слова командующего войсками Бориса Громова. Этим солдатам нужно ставить памятники. Об их подвигах нужно сочинять стихи, писать книги и помнить.